Не знаю, что у меня за страсть снимать видео ни о чем. Сразу предупреждаю, это видео ни о чем. Кто хочет сюжета, событий, можете выключать. Я просто сижу на первой линии, так получилось. Вот, немножко, немножко отступаю. Завтра один заблудший возвращается в Россию благодаря стараниям россиян, родственников, друзей и, так сказать, земляков. Вот, возвращают парня в Россию. Вот, сегодня, благодаря неравнодушным жителям Ничанга, нашли ему штаны, кроссовки и все такое прочее. В общем, вот, завтра он с почетным экспортом прямо в аэропорт едет. Да, такое тоже бывает. И, вы знаете, вот в такие моменты, когда какой-то этап закончен, да, ты понимаешь, как прекрасна эта штука жизнь, как прекрасно море. Вот, вообще, как великолепно все вокруг. Сколько вокруг всего хорошего. Вот, и сколько всякой ерунды. Сейчас мы вместе с Витамкой и ребенком попробуем перейти дорогу. Я ужасно боюсь за свой телефон. У меня один вы уже вырвали. Вот. Поэтому я перехожу дорогу с кем-то. Вот. Мы с вами перешли дорогу к морю. Смотрите, как все здорово. Это просто сказка. Это просто фантастика. Я вообще мечтаю, чтобы наконец-то это безобразие прекратилось. С вирусами, масками, намордниками и так далее. Чтобы скорее нормально люди могли просто прилетать, плавать, отдыхать на море. Вот это же свобода. Это огромная свобода. Как ее не хватает? Ее миллионам людей сейчас не хватает. А вот здесь вот так. Это Ничан. Ничанский пляж. Только местные. Никаких туристов. Да, вода уже теплая. Ну, все уже почти апрель. Детишки купаются. Муна вам всходит. Не знаю, что вам. Все будет. Говорят, что с середины июля вакцинированных туристов начнут пускать во Вьетнам. По крайней мере, вероятность такая есть. Это не будет официальная информация обо всем этом порядке. Но пока что на уровне обсуждений, что такое будет. То есть предвкушение открытия Вьетнама. Есть. Потому что туристический город без туристов, он другой. Это неправильно. Сюда может полмира есть отдыхать. Здесь шикарные пляжи. Семь километров шикарного песчаного пляжа. Прекрасный атель. Воздух. Вообще все здорово. Пляж сейчас может быть не супер чистый. Ну, могу сказать. Знаете, как вот у вас дома, ну, у всех у вас может быть чисто. У кого-то дом бывает не прибрано, но когда перед приездом гостей все прибирают, чистят, цветочки в базу ставят. Вот здесь будет точно то же самое, я уверена. Здесь будет прибрано, здесь будут стоять лежаки. Все будет хорошо и здорово. А пока, ну, пока вот так. Детишки плещутся в волнах. Я надеюсь, что очень скоро. И туристы из России тоже смогут плескаться в этих чудесных волнах. Как же здесь хорошо. Отсюда почти нереально уйти. Просто классно. Значит, вот эти предзахатные лучи на небе, видите? Видите, людей много. Ковида здесь нет. Маски. Ну, носят в общественных каких-то местах. Там в больницу надо надеть маску. В торговый центр нужно надеть маску. И даже температуру померят. Ну, вот видите, вот девушка одна сидит. Девушка сидит в маске, а парень с собакой играют без маски. Ну, вьетнамцы привыкли носить маски. Не могу. Меня переполняют чувства, что скоро, скоро Вьетнам откроется. Я в это верю. До встречи. До встречи во Вьетнаме.